Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, несмотря на эту пасмурную и какую-то плаксивую погоду, авторская телевизионная программа «Наш дом» не могла обойти вниманием одного очень важного исторического, можно сказать, события, которое ежегодно проходит в Торонто в месте, называемом Форт-Йорк. Чуть в стороне от Форт-Йорка проходит сегодня интереснейший этнографический праздник фестиваль индейцев в Пау-Вау, или, как сами называют его индейцы, собрание местных племен, на которые приезжают гости как канадцы, так и иностранцы. Всем безумно интересно подсмотреть одним глазком за культурой и жизнью коренных канадских народов и даже поучаствовать в ней. Ну и мы оглядимся. Сейчас мы находимся в важном историческом месте – Форт-Йорке. Здесь начинался Торонто. В самый разгар великого французского террора под названием «Французская революция» в 1793 году среди могучих лесов провинции Онтарио британцами был заложен оружейный порт Йорк. Так и остались на своем месте его оградительные стены, орудия боя и жилые постройки. И разве что не хватает безымянной речки, протекавшей за земляным рвом и впадавшей в озеро Онтарио. Вот так огненное гнездо превратилось в совершенно очаровательный и очень уютный музей. Глядя на эту амуницию, мне что-то захотелось стать либо трубачом, либо барабанщиком. Опа! Ох, тяжелое же оно! Это жакет! Так, ну, взяли палочки. Все здесь было совсем не безобидно. Бор вокруг кишел с облезубыми хищниками и разрисованными ракезами. И шла непримиримая англо-американская война, получившая у американцев название «Войны за независимость». Представьте только, друзья, прямо за мной, вот здесь у этих стен плескалось озеро Онтарио. А речка, вот эта безымянная, шла по другую сторону, за земляным рвом. Сейчас в тумане не видны даже верхние этажи небоскребов, а Сиентаур смотрится, ну, как приземляющаяся летающая тарелка. Так вот, индейцы также принимали участие в «Войне за независимость», а что им оставалось? И не понаслышке знали о форте Йорк. Очевидно, поэтому они здесь и устраивают свой фестиваль «Пау-Фау». Со времени роста Торонто как города все вокруг радикально изменилось. Зеленое озеро Онтарио градостроители отодвинули от форта на добрую милю. Вокруг вместо леса вот эти стеклянные свечи-небоскребы, а вместо мифической речки – неживописная, но важная железная дорога, соединяющая запад и восток города. И с форта Йорк одним глазком можно посмотреть в прошлое, а другим – в будущее. Давайте спустимся с земляных валов, отойдем от пушек и направимся в сторону индейских типи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бледнолицый здесь гость, а хозяева – индейцы, приехавшие из разных провинциальных резерваторов. Традиционно фестиваль Пао-Вао начинается весной во втором по величине городе провинции Соскочеван – Риджайни, а затем кочует по Канаде и в конце июня приходит в Торонто. Кстати, вы помните, сами-то названия Канады и Торонто – исконно индийские. Канада означает деревня, край или поселение, Торонто – место встречи или место, где деревья растут из воды. Поэтический все же язык. Именно здесь встречались для торговых сделок Алгонкины, Гуроны, Махоки. В общем, все-все, начиная с эскимосов. Сегодняшние индейцы и их потомки переживают не самые худшие времена. Их популяция за последние десятилетия сильно восполнилась, хотя сами они и не считают свои отношения с государством совсем уж идиллическими. Наверное, эти ритмичные движения закаляют и укрепляют дух и много чего еще означают для выполняющего их. Но на самом деле это еще и соревнования в умении игры на барабанах, песни и в танцах на траве. Строгие индейские правила запрещают всяких чужакам и бледнолицам, вроде нас с вами, прикасаться к индейцам, к их ритуальным костюмам и любым предметам. Ведь они наполнены невидимой магической силой и окружены ревнивыми духами. Так что осторожно! КОНЕЦ 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 Как видим, индейцам была присуща не только воинственная стойка с копьем и скальпом врага в руках. Индейцы почитали своих учителей, вождей с особенными именами. Ну, скажем, сидячий бык, белое облако, желтый рассвет. Некоторые вожди были не глупее самого Сократа, поверьте, и изъяснялись они поэтическим языком. КОНЕЦ Как вам такое? Стремитесь к мудрости, а не к знаниям. Знание – это прошлое, мудрость – это будущее. Или для того, чтобы услышать себя, нужны молчаливые дни. Для того, чтобы понять про себя, надо пообщаться с камнем в горах. И, наконец, совсем уж гуманистическое. У души не будет радуги, если в глазах не было слез. Привет, Боб! Расскажите, пожалуйста, нам о себе. Спасибо. Я мастер церемонии Пау-Вау на протяжении примерно 6-7 лет. Много лет я служил старшим советником по связям для Министерства по делам аборигена в Онтарио. Мы поддерживаем нашу общину путем обучения и изучения традиций фестиваля Пау-Вау. И я горжусь тем, что мы делаем для нашей общины. А вы любите танцевать? Я знаю, что ваши танцы очень необычны. Да, первое, что я сделал, когда был молодым, я начал петь, а потом стал исполнять традиционные танцы. Танцы – это важная составляющая процесса взросления и приобретения опыта жизни в нашей общине. Еще одна важная составляющая нашей культуры – это барабаны. Я обучаю игре на барабанах, потому что сам барабан – это вся вселенная. А его размеренный, сильный бой – это пульс сердца, бьющегося в ее центре. Это очень важно для меня, поэтому я делаю то, что я делаю. А что особенно в ваших костюмах? Я знаю, что у них есть специальное название. Их называют регалиями. Этот термин мы используем в качестве названия нашей национальной одежды. Каждый костюм персональный для индейца нашей общины, и танцы, которые мы исполняем, несут индивидуальное значение и имеют целительный эффект. А ваша семья сохраняет регалии? Да, для юного танцора, который впервые выходит танцевать, костюм регалию готовят его родители. Затем костюмы в семье передаются от брата к брату. И когда танцор становится взрослым, он сам готовит костюм, а также обучает изготовлению регалии других людей. Наше национальное искусство включает изготовление изделий из кожи, бусин, и все это делается вручную. Традиции изготовления регалий передаются из поколения к поколению. В них отражены особенности нашей национальной культуры. Я знаю, что здесь собрались индейцы из разных уголков страны. А откуда вы родом? Я из Ниписинг, территория коренных жителей Канады. Это Аджибве, община, которая находится в районе Норсбэй, в пяти часах езды от Торонто. Это национальная территория племен Аджибве, Миссисага, Алгонкин и других. Эти народности жили в районе Великих озер задолго до того, как первые европейцы высадились в Северной Америке. Пау-Вау – это фестиваль, который объединяет все племена. Очень много представителей различных племен собирается здесь, чтобы поделиться своими традиционными танцами, музыкой, изделиями ручной работы с жителями и гостями нашей страны. Спасибо большое снова, и я просто желаю вам всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Вот такой он фестиваль. Пау-Вау. Пау-Вау.